всем доброго времени суток приветствую вас на своем очередном видеоуроке посвященному дизайновой разработке и мы с вами сегодня закончим с разработкой темы для нашего сайта на друпале у нас осталась последняя невыполненная задача это шаблон для страницы поста вот собственно он у нас шапка у него в полную высоту да и собственно еще подзаголовок и фон с вами это надо реализовать давайте открою шаблон забыл это сделать и все-таки напомню к чему мы с вами чем с вами должны сегодня добиться так секундочку зимой сам по пост вот у нас есть такой вот шаблон чек и мы с вами должны сегодня над этим поработать значит ну мы с вами должны создать файл до создать файл определенного содержания насчет файл будет называться следующим образом будет этот называться довольно таки логички логично печь ноут артикал . печки почему так ну потому что вот эти вот страницы да вот эти вот это ничто иное как страницы типа артикал да и все такие файлы да то есть если у вас был там не артикал до конь там не знаю news еще что то вы бы называли page not news да я вообще обращаю кстати внимание что здесь называли page front ну такой особый файл да здесь именно page not article мы его называем и он собственно будет очень похож опять же на файл с нашей главной страницы давайте мы это дело все скопируем править так page front сохраним давайте сохраним page not article так вроде бы все в порядке дальше я перезагружу и у меня ничего не работает давайте попробуем сбросить кэш идем конфигурация как всегда производительность чистка кэша чистка кэша так сейчас кэш у нас очистится сбрасываем кэш и ничего не работает я на самом деле подразумевал вариант знал что ничего не будет работать потому что нам с вами надо сделать некоторые правки в файле template php а именно написать функцию который будет обрабатывать шаблон данные но это скажем да то есть будет подгружать точнее так будут подружать соответствующий шаблон для данной для этого нам с вами написать хук для страницы название темы при процесс пейдж это встроенный хук да в группа и мы с вами собственно его напишем давайте сначала выведем переменные переменные которые в эту функцию указаны так принятая время сна этим посмотрим будет у нас работать все ли я правильно сделал так средства доступна да я почти все сделал правильно потому что если есть ошибки значит они воспринимаются так скажем так вам хорошо не вывелось ну ладно заморачиваться и так что нам надо сделать нам надо проверить это следующее если у меня в переменные variables это та самая переменная точнее массив который хранится по сути информация о текущей странице которую просматривает пользователь если в этой в этом массиве variables ноут есть type и одновременно я должен удостовериться что но если он есть если он не пустой естественно да то есть он может на самом деле пустой variables ноут я смотрю свой статай то я буду делать вот что я буду поключу сын хук с адрес шанс это я все пишу не от себя все это есть группа ли да то есть это такие операции стандартные да я говорю что у меня будет подгружаться специальный специально шаблон по сути page note variables variables note type вот так и соответственно вроде бы как и все что я хотела написал давайте посмотрим сейчас дальше еще ничего до сих пор не работает во первых на сбросе бы кэш чистка кэша так еще нам надо собственно артикл открыть что у нас здесь и кубок качества ключ ки строка 28 где-то у нас есть ошибочка давайте мы исправим и что кэру печки 28 что он он говорит цены fine property фил хэдер background 28 фил хэдер background где-то опечатался мы сейчас проверим это все допускаю свои ошибки свои опечатки что они могут быть значит у нас есть это что форма для обычной для обычной у нас управление полями филд филд хэдер background филд хэдер филд хэдер да нет вроде бы все правильно странно почему так ругается ладно мы с вами должны над нодой поработать статья вот она у нас article мы идем управление полями здесь у нас есть филд артикл сабхэдер филд имидж боди филд артикл сабхэдер вот он у нас этим его сразу выведем мы его сразу выведем шапки напечатаем здесь по-другому я железда напечатал я виноват значит здесь мы сделаем вот что пост здесь у нас будет пост хейдинг да по-моему там так называется давайте я шаблончик открою все-таки посмотреть какая там у нас верстка шапки так header контейнер row сетка пост хейдинг h1 h2 так в h1 мы выводим поле print ну не поле print конечно же поле отрисовывал print render но у нас h1 и там по вам даже класс есть сейчас боюсь ошибиться может быть и нет нету h2 h2 я пошутил так h2 я просто скопирую чтобы много не писать эти посмотрим что сейчас нас произойдет так пока ничего к не подгружается так открываю не скрываю буду списывать сейчас значит вот у меня уже заготовлены темпы от печки вот эта функция скопила в избежание ошибок да где-то была обчатка да было обчатку содержится нас как минимум и здесь еще передача переменной посылки хотя это не должно влиять но все же так сделали так сделаем еще страшно так ну давайте ладно я сразу шаблон скопирую чушь греха таить личную тартик вот у нас вы естественно можете этот код весь использовать своих целях да то есть скачать соответствующим репозиторий на гитхабе в моем вы можете спокойно его использовать все это естественно свободном доступе так field subtitle дайте поля все-таки проверю field article subheader я все-таки локально делал и поэтому мог ошибиться у меня на локально второй машине соответственно по-другому здесь я что отмечу здесь я вызываю функцию формат date группа узкую стандартную стандартную функцию поле created дата создания тоже стандартный поле и тип точнее формат даты дупал несколько встроенных форматов даты я вызываю лонг это будет выведена напечатана полная дата давайте посмотрим что получилось опять же пока ничего еще раз брошу кэш меня это уже начинает немножечко метку бесить но беспокоить как минимум поэтому все-таки надо добиться нужного результата чистка кэша кэша чищен так все они уводятся что очень странно то есть но текло печки может быть я файл не прям назвал давайте проверим и это лично вот артикал печки переименовать переименовал сбрасываю кэш до сих пор нет смотрим вообще на верстку что там не так поменялось ли верстками от просто интересно так хэдер контейнер ролл сайт хэдинг а здесь верстка совсем другая подтягивается абсолютно другая давайте смотреть чем дело в чем я ошибаюсь так думаю 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 в чем я ошибаюсь точную артикл еще раз кэш сбросим на этом не на это ругается файл понятное дело качка он ругается вот наконец-то кэш сброшен а то другое дело замечательно теперь давайте загрузим фоновую картинку фоновая картинка у нас по космонавт где то есть космонавт вот он у нас да кэш штука такая с ней надо быть очень аккуратно сбрасываю отлично отлично теперь другое дело так вот этому сейчас подвале просто уберем настроить блок не будем в подвале это показывает я включил уж так при первых уроках чтобы показать как регион отрисовывать сейчас он не будет показываться они не до сих пор показывать тоже облака не сохранил на давайте настроить блок не указано сохранить блок да сейчас все в порядке что ж друзья мои собственные все все что я хотел показать мы с вами по сути но и по сути мы сами добились хорошей цели мы с вами сделали шаблон близкий к тому к чему мы стремились сделали шаблон для страниц шаблон для определенного типа ноды шаблон для в формы в том числе вот не сказал бы что все получилось идеально и без запинки ну да здесь я должен попросить прощения друпал конечно вещь на не самая простая я уже говорил что одна из самых сложных cms в изучении и собственно но на друпале можно делать очень очень мощные сайты если конечно знать его не только на уровне там натянуть верстку дают какие-то такие простые операции сделать как я вот поэтому изучайте друпал в том числе продолжайте изучать его более углубленный я вам показал только то что знаю я лично и конечно если буду какую-то новую информацию получать то я обязательно буду с ней делиться урок мы с вами точнее серию по друпалу и вообще по cms по таким вводным частям cms который разлился довольно-таки долго да мы с вами рассмотрели основные бесплатные cms и рассмотрели опять же вопрос создание тем данные первичные настройки сайта создание тем вот я напомню это были wordpress это был open card это был муд x это был была джумла и друпал да все ссылки я оставлю в описании в этом виде чтобы вы могли посмотреть еще раз пройтись по ним поставить мне кучу дизлайков камена за это не самую может быть удачный довольно-таки долгую серию которые многим уже нами успел поднадоесть так вот все-таки закроем эту тему с вами небольшим видео следую который будет в следующий раз как всегда по традиции о создании о возможностях создания магазина друпали я забегу вперед скажу что друпал как и это будет последний выбор для вас в создании трет магазин то есть это не самое может быть хорошее решение вот ну опять же те кто знает там друпал хорошо еще что то может быть со мной не согласятся иметь на это право я просто своими не выражаю поэтому решать любом случае вам и так следующее видео будет заключить на видео по друпалу и по cms принципе мы с вами рассмотрим решения которые есть для создания трет магазина я кратко расскажу мы посмотрим что у нас какие возможности есть наших руках ну а потом мы с вами соответственно перейдем уже в другой серии уроков будем возвращаться в джава скрипту но перед джава скриптом я как и обещал все таки с большим опозданием но все же реализую ваше пожелание да вот вадим чуть более года полугода назад оставлял пожелание чтобы хочет чтобы вот прессе создать интернет-магазин через дочернюю тему до с включением корзины и так далее я если это вадим смотрит я постараюсь реализовать это скажем так не в точной мере да как вадим описал потому что но здесь есть некоторые вещи которые как мне кажется ну чуть-чуть чересчур излишним хотя все-таки погружусь в этот вопрос и постараюсь но посмотрю может быть я ошибаюсь своих мнений в своем но точно что я хочу очень сделать подключить так скажем в этом уроке это такую штуку как в коммерс api да то есть это создание товаров это управление товарами именно через запиву комикс это кстати будет касаться вот этого да то есть вадим есть указывать что мне не нравится страница выставления товаров у коммерс в админке тут я не очень согласен ниже смысле переписывать админку до плагина в коммерс поэтому мы с вами попробуем задействовать в коммерс api с использованием гуляр гуля джес материал вот такие у меня планы ближайшее время следующее пожелание сделать обзор по фреймворку foundation а именно при рассылке писем но я все-таки сделал обзор по всему фреймворку foundation расскажу вам подробно вот и посвящу и в том числе по рассылке email в тоже посвящу урок поэтому сделаю чуть чуть больше чем просят вот что еще что еще здесь просят меня на самом деле не очень много пожеланий наверное все таки немножко разочаровались уважаемые слушатели что я очень плохо реагирую на них но все же моя некую упрямость не так сейчас позволяет вернуться к ним так домашние задания если не сложно делать для таких как я почти с ноля небольшие домашние задания просто сложен на теги выучил начинает менять полный кашевая что-то в этом роде здесь я ответил опять же ренату если ренат вы смотрите то пишите мне еще будем готов вам лично высылать какие-то придумывать задания на почту ну а так в принципе рекомендация для всех общая моя скуба лично лично это просто придумать себе проект и начинать его реализовать вот прям вот как есть да без всякого страха и упрека к себе просто начинайте реализовывать проект вот пусть вы что-то не знаете так скажем необходимость заставит вас что-то узнать подучить доучить вот ну и час могу я конечно же помогу ольга благодарит за сайт в принципе ольга спасибо еще раз вот ну что ж друзья мои тогда на сегодня все до подписывайтесь на рассылку вот сегодня будем заканчивать на сегодня будем заканчивать оставлять свои пожелания комментарии у меня на соответствующей странице вот ставьте лайки или дизлайки на моем канале и услышимся с вами следующий раз и всем спасибо пока кат